Привет! Добро пожаловать на канал Кинорассказ! Сегодня я вам расскажу о комедийном боевике 1991 года под названием Близнецы-драконы. Не забудьте подписаться на канал и поддержать меня лайком, так канал будет развиваться. Погнали! В больнице появляются на свет два прекрасных малыша с носами прямо как у отца. Они близнецы и похожи друг на друга как две капли воды. Родители думают над именами для детей и о том, как будут их различать, если они так похожи друг на друга. Но их идиллию прерывает преступник, которого везли в тот момент на кушетке. Он выхватывает у полицейского пистолет, освобождает себя и случайно попадает в палату к счастливой семье. Преступник забирает ребенка и выпрыгивает в окно. Полицейские пытаются его поймать, но тщетно. Однако один из полицейских все же ловит преступника, зацепившись за машину. Вот только малыша в ней не оказывается. Семья улетает в США, так и не найдя своего ребенка. В ту роковую ночь коляска с ребенком укатилась прямо в руки девушки, любящей выпить. Она решила воспитать ребенка. Близнецы росли раздельно друг от друга в разных странах. Один пианист по имени Джон Ма, а другой автомеханик по имени Бумер, воспитанный улицами. Во время того, как первый играет на фортепиано в большом зале, второй постоянно дерется и попадает в передряги. Между ними есть некая связь на физическом уровне. Например, у второго дрожит рука так, словно это он играет на фортепиано, хотя даже не знает, как это делать. Бумер решает выбраться со своим другом Тайсоном в ресторан. Они прилично одеваются, но их все равно не пускают. В это время мафия, сидевшая в ресторане, начинает что-то бубнить в микрофон, вместе с певицей, которая все это время создавала в ресторане атмосферу своим прекрасным пением. Ее расстроило то, что ее кто-то перебивает, и она уходит со сцены. Босс мафии кричит, чтобы она вернулась, но она не хочет. Бумер и Тайсон вмешиваются и заступаются за девушку, потому что Тайсон врет, что это его девушка. Правда, когда они понимают, что все люди этого ресторана люди мафии, то очень пугаются. Но раз уж начали потасовку, придется закончить. Бумер мастерски дерется с толпой мафиози. Он хороший боец, ведь его все же вырастили улицы. Тайсон напоминает ему о том, что он брал с собой пистолет. Это их спасает. Но из-за глупости Тайсона выясняется, что пистолет – обычный пугач, и им приходится бежать вместе с девушкой. Бумер остается драться с мафиози, чтобы у его друга была Фора. Мафия накидывается на него словно муравьи, и Бумеру ничего не остается, кроме как проигрыша. Их связывают вместе с Тайсоном, но перед тем, как им собираются сломать ноги, они заключают с мафией пари, соврав, что они лучшие гонщики. И их отпускают, забрав паспорта, чтобы они не сбежали. Когда они садятся в машину, выясняется, что девушка из ресторана совсем не знакома с Тайсоном, хотя тот соврал, что это его девушка. Она снимает синеволосый парик и говорит, что ее зовут Барбара. Это очень злит Бумера, и он уходит домой пешком. В это время в Гонконг возвращается известный дирижер и музыкант Джон Ма, чтобы дать концерт. Они случайно сталкиваются с Бумером неподалеку от отеля, но не могут поверить своим глазам, ведь они выглядят как две капли воды. Джон Ма поднимается в отель к своему дяде и его дочери Тэмми. Он хочет свести их вместе и отправляет Тэмми в номер к Джону. Они знакомятся и быстро находят общий язык. Джон замечает, как платье ей жмет, а осанка оставляет желать лучшего, и решает сделать ей массаж для циркуляции крови. После пары минут массажа она засыпает. Бумер решает сбежать из города вместе с Тайсоном. Они арендуют краденые катеры, пытаются уплыть, но хозяин катера сдает их мафии. За ними начинается погоня по воде. В это время Джона, который сидит в ресторане, начинает качать так, как будто он тоже сидит в лодке. Тэмми настораживается от этого. Джон начинает качаться сильнее и обливает девушку водой. Бумер все так же пытается скрыться от погони, пока один из людей мафии подстреливает Тайсона крюком, хотя попадает лишь в спасательный жилет. Бумер думает, что Тайсона подстрелили. Он пытается отомстить и прыгает в лодку мафиози. Тайсон в это время понимает, что его не задел крюк, а лодку он управлять не умеет, и поэтому снова оказывается в городе. Их побег сорвался. Босс мафии попал в аварию, а Тайсон попал в больницу. Теперь Бумер просто вынужден работать на мафию, иначе у его друга будут неприятности. В это время Тэмми звонит ее бойфренд Рокки и расспрашивает о том, где она сейчас. Она что-то врет ему. Вот только Рокки стоит прямо возле нее. Он думает, что Тэмми променяла его на Джона и собирается с ним разобраться. Тэмми успевает предупредить Джона, и они убегают. Бумер встречается с Барбарой в ресторане, чтобы обсудить Тайсона. Он хочет, чтобы Барбара навещала его, но та не хочет подавать его другу ложных надежд. Он ей не интересен. Прямо позади Бумера садятся Джон и Тэмми. Они спокойно сидят, пока Рокки не приходит в ресторан и не находит их столик. Джон спокойно уходит, а Рокки путает братьев и начинает преследовать Бумера. Тэмми пытается его защитить, а недоумевающий Бумер наконец дает ему сдачи. Рокки не успокаивается и продолжает нападать на Бумера. Джон в это время сталкивается с Барбарой, которая принимает его за Бумера, и садится к нему в машину. Они уезжают. Рокки устраивает погром в торговом центре, пока Бумер тщетно пытается объяснить ему, что у него нет повода взлиться на него. Он даже его не знает. Тэмми обнимает Бумера и уходит вместе с ним. Братья поменялись с девушками. Тэмми просит Бумера сделать ей массаж, как в тот раз, а он считает это приглашением в постель и очень радуется. Джон приводит Барбару на сцену и играет ей на рояле. Она не может поверить своим глазам и думает, что это какой-то розыгрыш. Джон приглашает ее к роялю и они играют вместе, пока Бумер занимается любовью с Тэмми. Джон целует Барбару. Девушки все еще недоумевают от того, насколько разными стали их парни. Они готовятся к выступлению и заходят в один туалет. Они приходят в шок, когда видят друг друга так близко. Братья понимают, что они обменялись девушками. Бумер чихает, понюхав цветок. И Джон чихает вместе с ним. Джон спрашивает его о поездке на катере, и Бумер действительно катался на катере. Поэтому у Джона была морская болезнь. Пазл собирается. Правда, они все еще не понимают, что разлученные братья. Ребята снова обмениваются девушками и по случайности телефонами. Бумер звонит Джону и говорит, что у них сейчас будут проблемы. Им нужно бежать. Но у него садится телефон. По ошибке они снова обмениваются девушками. Мафия ловит Джона и заставляет работать на них. А Бумер дает концерт вместо Джона. Он очень боится давать концерт. Тэмми говорит, что он жил и учился всю жизнь ради этого концерта. И Бумер решает выйти. Он берет палочку и встает на ступеньку, с которой чуть было не падает и машет руками. Музыканты принимают это за команду и начинают играть. Бумер быстро смекает, что нужно делать. В это время Джон участвует в крупной передряге. Бумер сбегает с концерта, параллельно дирижируя. И звонит Джону, который говорит брату, чтобы тот не беспокоился. И просто махал палочкой, пока его самого заставляет выйти из машины под дулом автомата. Бумер все же возвращается на концерт сигареты и начинает импровизировать, уйдя в отрыв. Гены есть гены. Джона заставляет вести главного босса мафии в большой машине. Их физическая связь снова дает о себе знать. Джон дирижирует, пока едет в машине, а Бумер странно крутит руками в воздухе, словно это он ведет машину. Машина Джона переворачивается, как и переворачивается сам Бумер на концерте. Все заканчивается великой кульминацией в обоих случаях. Джону удается сбежать, а концерт Бумера проходит просто отлично. Они встречаются в одном номере отеля и говорят, что все это пора закончить. Но в номер приходит Темми. Они всячески пытаются скрыть от нее тот факт, что их двое. Бумер не готов с ней прощаться и ситуация набирает серьезные обороты. Доходит даже до того, что они сидят с Темми в одной ванной, пытаясь скрыть тот факт, что они два разных человека. К ним приходит Барбара и пытается понять, что происходит. Джон решает раскрыть все карты и показывает им Бумера. Девушки падают в обморок, пока братья спускаются на первый этаж отеля. Они говорят друг другу, что могли бы быть братьями и жмут руки. Теперь нужно отделаться от мафии и спасти Тайсона. Джон идет к мафии как приманка вместе с Кейсом и заговаривает их, пока Бумер прокрадывается на подъемный кран, где висит Тайсон, и пытается его освободить. Босс мафии нажимает на кнопку, полагая, что убил Тайсона. Но Бумер успевает повернуть кран, и его друг падает в рыбацкие сети. Чтобы дать Джону возможность сбежать, Бумер хватает краном взрывоопасные бочки и скидывает на мафию, выстрелив в них из пистолета. Мафия разбегается в разные стороны, а за Бумером начинается погоня. Джон сбегает вместе с Тайсоном на руках в центр тестирования машин. Мафия бежит за ними, пока они бегают по комнатам с тестированием температуры и водонепроницаемости. Туда же прибегает и Бумер. Мафия совсем не понимает, что происходит, а Джону впервые приходится драться. Оба брата дерутся в разных комнатах. Один в комнате с дождем, а другой в комнате с сильным нагреванием. Мафия уже пугается от этих внезапных перемен Джона и Бумера. Они бегают из комнаты в комнату, пока все же не сбегают оттуда. На выходе их встречают оставшиеся мафиози уже с оружием. Джону и Тайсону приходится прятаться, пока не приезжает Бумер на машине и разгоняет мафию. Бумер снова мастерски всех раскидывает, используя все, что попадается под руку. В один момент его чуть было не сбивает Тайсон на тестировочной машине. В момент драки мафиози наконец-то смекают, что один умеет драться, а другой совсем нет. Но вот проблема. Бумер в клетке, из которой не может выбраться. Тут и приходит на помощь их таинственная физическая связь. Бумер начинает показывать в клетке движение, а Джон их повторяет. И ему удается дать бандиту сдачи. Братья с легкостью расправляются с боссом мафиози, посадив его в тестировочную машину. Братья устраивают двойную свадьбу, на которой родители видят своего второго сына спустя столько времени. Отец вообще падает в обморок. Они пытаются сбежать, но их останавливают девушки. Никто из них не может угадать, кто есть кто. А впрочем, какая разница?